Сайт www.iton.tv.com Русское телевидение Израиля представляет Здравствуйте, с вами программа «Культура шок» и я ее ведущий Марк Клярский. Сегодня у меня в гостях артист, режиссер и давний мой приятель Федор Доноевский. Федь, я тебя приветствую. Мы с тобой давно не виделись. Как говорится, из дальних странств и возвращаясь. Но сегодня у нас передача будет посвящена вот какой теме. Я вспоминаю строчки классика «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, пламенно и нежно». Поговорим о Москве, Федь. Вот тебя долго не было, ты был в Москве. Нас очень многих интересует вообще, что там происходит. Но вот как ты, мало того, что ты сам москвич, так ты еще как бы вот ездил в очередной раз покорять Москву. И что из этого получилось? Пока ничего не получилось, честно говоря. Ну, это не во Москве виноват. Может, я что-нибудь такое не то со мной, может быть, потом. У меня не было задачи прям поехать по-взрослому там что-то такое покорить. Мне просто нужно было там о себе напомнить, скажем так. И нужно было где-то сняться, нужно было каких-то денег немножко заработать. И все это, это все получилось как раз. Так, по-взрослому. Но это надо туда вообще ехать и там жить, и вникать. Потому что Москву нельзя так использовать. Ну, по крайней мере, у меня не получается. Так, чтобы наездами, скажем, приехал, бах-бах-бах, поснимался. Там есть артисты, которые умудряются жить на две страны и даже на три. Но вот у меня не получается. В результате я живу уже очень много лет в трех странах одновременно. В Италии, в России и в Израиле. И по-хорошему получается, что я не живу полноценно ни в одной из них. Потому что все эти три страны, они такие липкие, что в них нужно влипать по полной программе. Либо ты так остаешься немножечко на обочине. Ну, об Италии и об Израиле мы с тобой поговорим как-то в следующей передаче. Меня все-таки интересует Москва. Вот твои ощущения. Мы с тобой, правда, часто общались. И когда ты был в Москве, и когда ты приехал из Москвы. Ну, мне все-таки хочется узнать о твоих ощущениях от Москвы вообще. Что там происходит? Что сегодня из себя представляет Москва? Изменилась ли ситуация в кино, в шоу-бизнесе? Что там вообще происходит? Ты как-то очень мягко сказал, что может Москва не виновата, может я виноват. Но все-таки, как бы, так сказать, вот твое мнение о Москве сегодня. Что такое Москва сегодня вообще? Ну, это очень сильно коммерческий такой проект, который живет по законам. Жесткого такого, прям совсем, варианта капитализма. Причем, если в капитализме в настоящем предполагается конкуренция здоровая, которая работает на повышение качества этого самого конечного продукта, то в Москве конкуренции как таковой, в общем-то, я и не заметил особенно. Ни в актерской, ни в любой другой области. В принципе, бери за что хочешь, и все будет получаться. Потому что, ну, а если ты москвич, и у тебя есть для этого достаточно знакомых, ты умеешь, знаешь, как, с какого боку, куда зайти, и как вообще мир устроен, если ты в курсе, то тогда все как-то более-менее, мне кажется, возможно. То есть, это говорит о том, что настолько коррумпированная ситуация, то есть, что здоровая конкуренция там вообще отсутствует. Просто как таковая, да, в любой области причем абсолютно. Ну, а как, прости меня, я все время, извини, вот я говорю кино, вот я, как раз, Федь, к вопросу о кино. Все время говорят о том, что вот киноиндустрия, как-то она там, она стала, она чуть ли не на голливудские рельсы, существуют кастинги. То есть, это все в раке от начала до конца, и про рельсы, и про Голливуд. В Голливуде, тем не менее, действительно, что существует конкуренция. В Москве очень далеко до всего этого. Пока что научились снимать более-менее приличного качества сериалы. Пока что научились, ну, это не говорит о том, что это прямо индустрия. То есть, во-первых, этих сериалов должно быть намного больше, для того, чтобы между ними была конкуренция. Раз в неделю должен выходить новый сериал. Ну, так, по идее, если говорить об этом, как о производстве. Пока научились тырить деньги, там, пилить бюджеты и все такое, это все научились мастерски делать. И случайно при этом иногда получается, что выходит по концовке прилично еще и продукт. То есть, что такое сериал? Это контент, которым набивается телевизор. Телевизор между рекламой мыла, трусов и презервативов нужно иногда показывать что-то. Это что-то. В принципе, для истерии существуют новости, для того, чтобы нагнать психическое состояние неадекватного населения, чтобы она побежала скупать все вышеперечисленные товары народного потребления. Для этого есть новости. Это отдельная индустрия. Есть индустрия. Все сейчас поделено на такие вот сегменты рынка. То есть, все полянки поделили. И вот ты вот тут вот тяпаешь тяпочкой, я вот здесь, а ты вот здесь. То есть, даже производство этих сериалов, оно тоже поделено на некоторые сегменты. Такое, как подбор актеров. Это большой, такой мощный бизнес. Называются они кастинги. Это очень смешной бизнес, в котором занято огромное количество людей. А толку? Те, кто верят в это, актеры, которые ходят на эти кастинги. Ну, то есть, это, в принципе, из области, может быть, МММ. То есть, есть люди, которые искренне верят в то, что вот это... Я плохо подготовился. Ты приходишь на кастинг, там сидит вот так вот вдоль, в коридоре, там, не знаю, 50 человек на ту же роль, что и ты. Потому что ты видишь, что у них такой же текст. Ты заглядываешь через плечо товарища. На что надеешься ты, это твое личное дело. На что надеется пятый, пятнадцатый или пятидесятый человек, вот это вопрос. На что они рассчитывают вообще. Тем более, что потом оказывается, что человек на роль, в которой вы все 50 человек сидите, уже был... Давно утвердил. Давно утвержден, и он и будет сниматься. Но есть процесс, есть движуха, снимаются кастинги. Нужно что-то мне рассказывать каждый раз. Но мы-то тебя уже берем, мы знаем, конечно, ты прекрасный. Но вот вообще-то нам нужно только продюсерам с телевидения показать, потому что у нас есть продюсеры. Сейчас любое кино снимается при помощи нескольких источников финансирования. Как правило, это государственные деньги, бывшее госкино. Как правило, это какой-то канал телевизионный. Первый, не знаю, второй или НТВ. И... Но очень редко снимают еще какие-то там разные, более мелкие каналы. Они принимают участие. Плюс еще существуют какие-то некие банки, как правило. Какие-то банки, которым зачем-то нужно вложить... Деньги в кино. Да, непонятно их мотивация, поступков. То есть я понимаю, зачем какое-нибудь Министерство культуры, оно из благотворительных соображений поддерживает отечественный кинематограф. А какая мотивация частных коммерческих банков вложить во что бы то ни было, не знаю, 5 миллионов долларов, чтобы получить потом в лучшем случае один. Мне их мотивация вообще непонятна. Это коммерческие банки. Ну то есть вся схема работает таким образом. Есть отдельно сегмент такой рынка, как съемочные локейшены, это теперь называется. Да, красиво. То есть это какая-то красивая, все иностранными словами называется. Да, да, да. Всем людям, которые заняты в кинопроизводстве, лет по 25. То есть очень редко, скажем, режиссер, которому 34 года, это уже пожилой, умудреный опытом, жизненным и вообще всяким другим кинематографическим опытом человек. А вот люди, которые рулят этими кастингами, локейшенами и все остальное, это люди, которым по 25, максимум 26 лет. Локейшен это такая квартира, где они все не москвичи. То есть вообще все, кто принимает участие в этом во всем процессе, они все не москвичи. А москвичи там нет вообще. Я не уверен, что вообще в Москве есть москвичи. То есть вообще по статистике их около 7% живет в городе Москва. Людей, родившихся в Москве, живет около 7%. 7%? То есть остальные как бы где-то вот... Остальные либо умерли по разным естественным или не очень естественным причинам, либо они сдали свою квартиру и уехали в Испанию, на Майорку, или на Кипр, в Израиль, или еще в какую-нибудь другую прекрасную теплую страну. Много людей уехало в область. Потому что там еще хоть как-то можно жить, в принципе. И вот эти локейшены, про что я хотел рассказать, это тоже бизнес. Они там же и живут. Они их сдают. Вот сейчас вот снимается клип. Завтра там же будет сниматься такой-то сериал. Они быстренько переставляют, ну, если это можно назвать, предметами интерьера. Это тут еще отдельный бизнес. Потому что есть еще люди, которые рулят так называемыми складами интерьерными. То есть там мебель, все, что может пригодиться для съемок, все, что может подойти разных эпох, разных периодов исторических. Есть еще отдельные люди, у которых свои склады костюмов. Это костюмерные. Тоже бизнес такой, отдельный абсолютно. И там на прокат у них берутся костюмы. Есть целый, еще, опять же, отдельный большой сегмент, где люди сдают помещения под съемки под павильоны. В том числе и киностудия Мосфильм выглядит таким же образом. Студия Горького так же выглядит. То есть они, в принципе, превратились вот в такие концерны большие, которые сдают технику, сдают помещения, сдают оборудование. Все что-то сдают. А кто-то что-то снимает из них в аренду. Кстати, я перекинусь к мыслю. Время у нас немножко подходит уже к концу, поджимает. Федь, а вот есть еще индустрия, ты говорила об отдельных индустриях. А вот есть еще индустрия ток-шоу, как я понимаю. Ты вот принимал участие в каком-то из нескольких ток-шоу. У меня такое ощущение, что это тоже как бы по каким-то образом строится каким-то определенным образом. У тебя не возникло такой мысли? Ты же сам там участвовал в этих ток-шоу. Что это вообще такое? Я не знаю. Телевизионную кухню я изнутри вообще не знаю. Но ты же присутствовал там, участвовал в каких-то ток-шоу? Участвовал, да. Ну, меня приглашают, я иду. Это моя профессия. Я должен иногда где-то там светиться, появляться. Вообще в ток-шоу, скажи мне, там присутствует вообще какая-то мысль? Или это просто вот главная как бы, так сказать, ток-шоу, а не мысль, ради чего это ток-шоу делается? Я не знаю. На твой взгляд. Это не мой совершенно жанр, я в этом ничего не понимаю. Я знаю, что они... Ну, я... Мне, честно говоря, я не смотрю телевизор, у меня его дома нет, и я не знаю, что это вообще как-то все. Зачем это все? Как люди... Ну, то есть, какие-то там люди сидят, хлопают. Ну, я не знаю, им платят за это деньги, или они из своего удовольствия ходят туда хлопать. Это мне неизвестно. Как это все создается, то есть... И для чего это создается? И для чего это создается? Надо сказать, что телевидение приличное мало где вообще, в каких странах. Поэтому... Сейчас, ну, не знаю, у нас в Израиле есть возможность смотреть кабельное телевидение, тысячи каналов там. И зачем смотреть это все похабщину? Давай закруглимся, подводя все-таки итоги. На твой взгляд, вот какой-то вывод, можешь сказать, какой-то вывод сделал, пробыв определенное количество времени в Москве, вот, и вернувшись в Израиль? Понятно, наверное, ты опять появишься потом в Москву. Ты сделал для себя какой-то вывод относительно своего пребывания в Москве? Не знаю. Я вывод... Ну, с одной стороны, физически, психологически там очень трудно. А с другой стороны, перспективы там огромные, и это совершенно глупо отрицать. Ну, понятно. Перспективы в Москве, ну, как в любом, в принципе, мегаполисе, как в любой принципе, ну, возможностей, конечно, в тысячи раз больше, чем в Израиле. Ну, скажи, окей... Для меня лично, я не знаю, если бы я был программистом или, там, каким-нибудь специалистом в военной области, может быть, я бы был бы здесь не заменил. Но так как я здесь не нужен никому вообще, а в Москве у меня не замолкать телефон, я выбираю между предложениями, которые мне нравятся больше или нравятся меньше. Потом в Москве мне платят деньги за... за все. За приход на телевидение, за приход за съемочный день. Я стою приличных денег. И в Израиле... Я сейчас снялся в двух картинах. Мне в одной заплатили... Пообещали заплатить две тысячи шейкеров. Аж! А в другой даже ничего не обещали. Но зато сказали, что вот за то, когда у меня будет эта студенческая работа, Тельевского университета, студентка, ее диплом. Она сказала, что вот когда у нее будет полный метр, и у нее будет бюджет, вот тогда, опять же, может быть, те же самые две тысячи шейкеров я могу рассчитывать. Ну, Федь, скажи мне вот, закругляясь, последнюю фразу, потому что мы и так уже перебрались с тобой, но все равно то, что ты рассказал, это очень интересно. Вот что бы ты сказал человеку, вот скажем, если бы тебя спросили, Федь, вот посоветуй человеку, который хочет завоевать Москву, что ему нужно делать прежде всего? Что бы ты ему сказал? Не езжай в Москву или езжай в Москву? Надо ехать, конечно. Я уверен, что надо ехать. Я не знаю, о чем вы думаете, но ехать надо. Ну, ехать надо, потому что если людей, я знаю миллионы случаев, когда у людей ничего не получалось, миллионы случаев, когда у людей удавалось, но просто какая альтернатива? Остаться у себя в Сыктывкаре и думать всю оставшуюся жизнь, что у меня был шанс, а я им не воспользовался. И потом в пьяном виде рассказывать своим собутыльникам, таким же, как ты, неудачникам, что вот я вот когда-то я мог, вот у меня подавал надежды. Раньше, говорит, он подавал надежду, а теперь он подает пальто. Хорошо. Окей, Федь, спасибо, дорогой. Я думаю, что мы с тобой встретимся не раз еще в этой студии. И, как бы, так сказать, ты нам расскажешь много еще интересного про Москву и про Израиль. И на этом я тебя благодарю. Спасибо, что ты пришел, был со мной сегодня в студии. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии был актер и режиссер Федор Зунаевский, вел передачу Марк Отлярский. Всего доброго, до следующих встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok